Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидел напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его. Он даже на минуту закрыл глаза, а перед глазами все-таки стояли черненькие буквы на празднике русского труда. Но, прочитав шесть столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочут мухи. Раздражали опечатки. Было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны, и хотя в общем-то он очерка солиден, но есть в нем что-то чужое от ворчливых суждений Инокова. Это было всего неприятнее, и тем более неприятно, что в двух-трех местах слова Инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах. — Как это я допустил? — с досадой упрекнул он себя. Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо с прикушенной нижней губой и ледяным блеском очков. — Интересно, что скажет спивак? — Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно, — сказала она, но тотчас же и утешила. — А вообще поздравляю. — Дронов тоже поздравил, и как будто искренно. — С началом писательской карьеры, — вскричал он, встряхивая руку Сангина, а Робинзон повторил отзыв Елизаветы Львовны. — Хвалю, однако ж все-таки замечу вот что. Статейка похожа на витрину гастрономического магазина. Все вкусно, а не для широкого потребления. Клин принял его слова за комплимент. Самым интересным человеком в редакции и наиболее характерным для газеты Сангин, присмотревшись к сотрудникам, подчеркнул Дронова. И это немедленно понизило в его глазах значение органа печати. Клим должен был признать, что в роли хроникера Дронов на своем месте. Острый взгляд его беспокойных глаз проникал сквозь стены домов города в микроскопическую пыль буднишной жизни, зорко находя в ней, ловко извлекая из нее наиболее крупные и темненькие пылинки. «Почти вся газета живет моим материалом», — хвастался он, кривя рот. «Если б не я, так Робинзону и писать не о чем. Места мне мало дают. Я бы мог зарабатывать сотни-полторы». Все, что Дронов рассказывал о жизни города, отзывалось непрерывно кипевшей злостью и сожалением, что из этой злости нельзя извлечь пользу. Невозможно превратить ее в газетные строки. Злая пыль повестей хроникера и отталкивала Самгина, рисуя жизнь медленным потоком скучной пошлости, и привлекала, позволяя ему видеть себя непохожим на людей, создающих эту пошлость. Но все же он раза два заметил Дронову. «Ты слишком тенденциозно фиксируешь темное». «Ну а что же еще фиксировать?» — спросил хроникер, сжав ладони, хрустнув пальцами, и пуговка носа его покраснела. «Редактор везет отчима твоего в городские головы, а воображает себя преобразователем России, болван. Больше всего он любит наблюдать, как корректорша чешет себе ногу под коленом. У нее там всегда чешется, должно быть подвязка тугая», — рассказывал он, не улыбаясь, как о важном. «Корректорша — урод, рябая. Была сельской учительницей, выгнали за неблагонадежность». Когда у нее нет работы, пассианцы раскладывает. «Я спросил, о чем гадаете? Скоро ли будет у нас Конституция?» «Врет, конечно. Гадает о мужчине». Рассказывал он, что вице-губернатор, обнимая опередочную актрису, уколол руку булавкой. Рука распухла, опухоль. Резали, опасаются заражения крови. «Это для Робинзона», — с сожалением сказал он и с надеждой добавил. «Но и у него не пройдет». Дронов знал изумительно много грязненьких романов, жалких драм, фактов цинического корыстолюбия, мошенничества, которые невозможно разоблачить. Цензор, собака, старик, брюхо по колено, жена молоденькая, дочь-попа, была сестрой милосердия в Красном Кресте. Теперь ее воспитывает чиновник для особых поручений губернатора, Маевский. Недавно подарил ей полдюжины кружевных панталон. В изображении Дронова город был населен людьми, которые, единодушно творя всяческую скверну, также единодушно следят друг за другом в целях взаимного предательства. А Иван Дронов подсматривает за всеми, собирая бесконечный материал для доноса кому-то на всех людей. По субботам в редакции сходились сотрудники и доброжелатели газеты, люди, очевидно, любившие поговорить всюду, где можно, и о чем угодно. Самгин утверждался в своем взгляде. В человеке есть система фраз. Иногда он замечал, что этот взгляд освещает не всего человека. Но ведь нет правила без исключений. И это изречение дальнозорко предусматривает возможность бытия людей, одетых исключительно ловко и парадно, подобранными словами, что приводит их все-таки только к созданию своей системы фраз. Вероятно, возможны и неглупые люди, которые, стремясь к устойчивости своих мнений, достигают состояния верующих и, останавливаясь в духовном развитии, своем глупеют. Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Сомгин думал, что эти беседы всегда горячие, иногда озлобленные словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что будет политическое и национальное самосознание общества. Игрою и ремеслом находил Клим и суждение о будущем Великого Сибирского пути, о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди семидесяти тысяч обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов. Эти люди возбуждали особенно острое чувство неприязни к ним, когда они начинали говорить о жизни своего города. Тут все они становились похожими на Дронова, каждый из них тоже как будто обладал невидимым мешочком серой пыли, и все, подобно мальчишкам, играющим на немощенных улицах окраин города, горстями бросали друг в друга эту пыль. Мешок Дронова был объемистее, но пыль была почти у всех одинаково едкой и раздражавшей клин.